Вы смотрите новости в эфире седьмого канала в студии Игорь Буренко. Здравствуйте. Шаги от безвиза. Совет ЕС поддержал безвизовый режим для Украины. Уже 17 мая в Страсбурге в здании Европарламента подпишут соответствующий акт. Потом документ опубликуют в официальном журнале ЕС. Он вступит в силу через 20 дней, а это примерно 11 июня. События поддержали и в Одессе торжественным поднятием флагов Европейского Союза и Украины у обл. администрации. На мероприятии присутствовали чиновники, бойцы АТО, курсанты и просто одесситы. Мы, как и все украинцы, в очередной раз демонстрируем, что европейский выбор для Украины это главный выбор. Мы четко видим вектор, куда будет развиваться наше государство. Мы прошли нелегкие шляхи. Вы сами знаете, наши воины много загинуло. Сегодня боремся за независимость Украины. И сегодняшний день это наш святой европейский выбор наших граждан. Объезд моста в районе села Паланка на границе с Молдовой уже построен. В понедельник участок украинской дороги на молдавской территории торжественно откроют. Движение по трассе Одессы-Рене будет восстановлено. Напомню, с декабря мост в районе Паланки закрыт на реконструкцию, а дорога М-15 оказалась перекрыта. Украина и Молдова провели несколько встреч, чтобы договориться о строительстве альтернативного проезда. Ну а сам мост обещают открыть уже к осени. В Одесский военный госпиталь привезли 14 раненых в зоне АТО солдат. Сегодня утром военным самолетом их доставили из Днепра, где сначала стабилизировали состояние бойцов. Уже по прибытию в Одессу пятерых человек сразу привезли в реанимацию. Возможно, интенсивная терапия понадобится еще одному бойцу. Большая часть ребят это все-таки раненые. У большинства миновзрывные травмы. У одного парня, к сожалению, неполная травматическая ампутация правой стопы. Стопа есть, но, возможно, надо будет ампутировать ногу. Есть ребята, это морские пехотинцы, это район Мариуполя, Широкина. И вот парень, у которого со стопой, это водяное в том районе. На майские праздники украинские пограничники задержали одну тысячу граждан. Именно столько людей попытались незаконно пересечь границы нашего государства. 27 из них оказались нелегальными мигрантами. Кроме этого, пограничники пресекли противозаконный перевоз оружия, боеприпасов, наркотических и психотропных веществ. Также сотрудники пунктов пропуска нашли нелегальные товары и грузы на сумму свыше 3 миллионов гривен. Всего с конца апреля по 9 мая украинские погранцы оформили около 3 миллионов человек. Почти тысячи из них из команд участников Евровидения в этом году. По разным причинам в Украину не пустили более 200 граждан Российской Федерации. К убийству журналиста Павла Шеремета может быть причастен одессит. Эту версию проверят столичные следователи. Такие факты установили журналисты следства «Инфо». Речь идет о жителе Одессы Игоре Устименко. В 2014 году он работал якобы в столичном СБУ, а в ночь на 20 июля перед гибелью Шеремета Устименко находился в одном из автомобилей под домом корреспондента. Я напомню, утром 20 июля прошлого года на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франков в Киеве взорвался автомобиль с журналистом «Украинской правды» Павлом Шереметом. Машина принадлежала его гражданской жене и соосновательнице «Украинской правды» Алене Притуле. По данным правоохранителей, в автомобиле было заложено самодельное взрывное устройство мощностью до 600 граммов в тротиловом эквиваленте. Предположительно, с дистанционным управлением. Полицейские квалифицировали смерть Шеремета как умышленное убийство. Его связывают с профессиональной журналистской деятельностью. Не дошел до криминальной сходки. Полицейские совместно с бойцами спецподразделения «Корт» и представителями СБУ задержали вора в законе Сергея Глонти по прозвищу Гуга. 46-летний уроженец Грузии как раз направлялся на организованную им встречу криминальных авторитетов. Она должна была пройти в одном из развлекательных заведений города. Там, по оперативным данным, он хотел решить вопрос перераспределения криминального влияния в сфере квартирных краж и автоугона. Отмечу, что Сергей Глонти был неоднократно судим за подделку избыт документов, а также за наркоторговлю. Где проживаете? В городе Киеве. С какой целью приехали в город Одессу и когда? В свои поездки. Когда приехали в город Одесса? В ромозаконе являетесь? Я не буду отвечать на эти вопросы. Криминальное прозвище? Нет у меня нет. Ранее судимы? Да, судимы. По каким статьям? Я не помню. Отметим, полицейские передали Сергея Глонти представителям миграционной службы. Там должны решить вопрос о его депортации. Сразу девять пьяных водителей. Такой улов попался одесским копам в ночь со среды на четверг. Одного из участников синего автопробега патрульный экипаж остановил на углу космонавтов и инглейзи. Это бывший 25-й Чапаевской дивизии. Мужчина был настолько нетрезв, что из машины буквально выпал. Водитель оправдывался тем, что ему надо было проехать всего 200 метров до дома. Тем не менее, за это время он несколько раз пересек двойную сплошную. Обойдется такая поездка мужчине недешево. Штраф в 10 тысяч гривен и лишение права управления транспортными средствами сроком на год. Наказание за нетрезвое вождение. Жестокая драка между водителями. На старо-портофранковской мужчины не поделили дорогу. Словесная перепалка переросла в потасовку. В результате водитель ваза получил телесные повреждения. Его доставили в больницу. Второй мужчина скрылся с места происшествия. По данному факту ведется расследование. Старинные одесские здания становятся выше, больше и разрушаются под дополнительным весом. На крышах памятников архитектуры появляются башни, мансарды и целые этажи. Подборку самых кощунственных экспериментов с одесской архитектурой смотрите в сюжете Юлии Федоровой. Дом Потоцкого. Первый на Приморском бульваре. Памятник архитектуры национального значения. А над ним мансарда размером в целый этаж. Аутентичный облик дома уничтожен из-за варварской надстройки. В основном застройка старой Одессы это понтический известняк или ракушечник, который, конечно, со временем ветшает и изнашивается. Поэтому что-либо достраивать, тем более из очень тяжелых материалов, таких как железобетон, конечно, наверняка не рекомендуется. Суд признал, новый этаж на памятнике архитектуры построен с нарушениями. Строители кардинально отошли от проекта. Мансарда должна была быть намного меньше и не видна с улицы. Нагрузка на здание увеличилась. Фасад разрушается. Незаконная надстройка остается на месте. Нужно учитывать, какая будет дополнительная нагрузка. Что нужно сделать для того, чтобы укрепить изначальные стены, для того, чтобы снизить дополнительную нагрузку. Как эту дополнительную нагрузку равномерно распределить? Ну, я считаю, что в Одессе сейчас таких специалистов нет. Дворец Камюти, Распольская площадь. Памятник архитектуры национального значения. А над ним двухэтажная мансарда. По решению суда, надстройка, изуродовавшая старинное сооружение, была признана незаконной. Как и сама реконструкция дома. Но его прежний вид уже не вернуть. Есть общий архитектурный ансамбль. Есть правила визуальные, как должен смотреться город. И у нас изначально как раз центр города, исторический центр, архитектурный ансамбль был очень ровный. ГАЗ канулировал декларации на проведение по этому адресу стройки. Но ее все равно завершили. Сейчас помещения дворца Камю сдаются в аренду. Дом с атлантами, один из самых популярных фотостопов в Одессе, тоже стал жертвой на халстроя. На четвертом этаже здания, прямо на крыше, надстройка. Она огромная, видная со двора и с улицы. Оно должно быть стильно, во-первых. Во-вторых, из легковесных материалов обязательно сделано. И, конечно, желательно, чтобы оно было скромным, незаметным, по возможности, чтобы высота этажа была невелика. Сюда ходили с инспекциями коммунальщики, чиновники ГАЗКО, сотрудники управления по охране культурного наследия. Пока разбираются и смотрят, здание теряет массивные фрагменты карниза с лепниной. Юлия Федорова, Андрей Кульба, Никита Кричко, Седьмой канал. Алия Сакур в Парке Победы. В Одессе высадили десяток деревьев японской вишни. Саженцы горожанам подарили японцы в знак дружбы двух стран. Рядом с новыми деревьями установили небольшую памятную табличку. Такие акции проведут в 22 городах Украины. Будет и ответ из Одессы. В Японии планируют установить символ нашего города – якорь. В этом году 25 лет дипломатических отношений между Японией и Украиной. Кроме того, 2017-й год Японии в Украине. В связи с этим мы посадили сакуры в вашем городе. В Одесской области едет этнографическая экспедиция. «Юкрейнер» – это новый медиапроект. Его цель – исследовать 14 украинских этнических земель. От Слобожанщины до Подолья, от Волыни до Таврии. Они уже посетили Закарпаттия. Результатом их работы стал целый ряд уникальных сюжетов. «Юкрейнер» – это истории про нас, украинцев. Великих, маленьких, початковцев и профессионалов. Про людей, которые создадут, надыхают и вражают. Про тех, кого печет в сердце и палает в очах. Мы поставили амбитную мету проехать всю Украину за 16 экспедиций. Отвезти более 300 мест, мест и сел, чтобы понять, кем мы есть. «Юкрейнер» – это около 100 волонтеров. И тысячи тех, кто смотрит, читает, поширяет и надыхается. Поехали с нами. Мы находимся на озере Синевир. Тут сейчас много людей. Волочесный туристический аттракцион. Есть два парома, которые переправляют людей с одного берега на другой. И на островец посередине. Это очень круто. Ребята из команды «Юкрейнер» подхватили идею проекта National Geographic Украина. В Бессарабию они приедут уже 20 мая. Экспертов интересуют местные жители и их занятия. Они ищут людей, которые хранят старые традиции или создают новые. По результатам экспедиции парни планируют создать современный путеводитель по Украине на нескольких языках. Стрит-воркаут и калистентика от чемпиона мира. В Одессе проведут благотворительный мастер-класс в помощь тяжело больному Андрею Додику. Я напомню, семья молодого парня, у которого раковая опухоль нуждается в финансовой помощи на вторую операцию. Необходимая сумма 72 тысячи долларов. Андрей является подопечным благотворительного фонда «Пчелка». И так как он занимается футболом, занимался футболом, очень целеустремленный мальчик, именно его мы выбрали для нашего мастер-класса. Волонтеры команды «Have a big heart» уже не первый раз собирают благотворительные мастер-классы в помощь тяжело больным одесситам. На этот раз решили провести спортивный ликбез для всех любителей так называемых уличных тренировок. Чемпион мира по стрит-воркауту и калистенике Владимир Олейник проведет показательное выступление, разминку и саму тренировку для людей разного уровня физической подготовки. Все зависит от твоего желания, целеустремленности и от того, как ты относишься к спорту и хочешь ли ты чего-либо достичь. Потому что здесь нет тренера, и если ты не хочешь этим заниматься, то реализоваться будет немножечко тяжело. Хочу помочь этому парню, и я постараюсь провести этот мастер-класс максимально продуктивно, чтобы все остались довольны. Это вид спорта, который в нашей стране еще не очень развит. Вы сможете пообщаться со своими единомышленниками, тусить в приятной атмосфере. И что самое главное, ради чего мы все это делаем, это помочь человеку, у которого нет возможности помочь себе самостоятельно. Благотворительный мастер-класс пройдет 20 мая в 11 часов на спортплощадке ЕБШ. Находится она на улице Генуэзской 5. Это Аркадия, трасса здоровья. Вход 200 гривен. Хочу напомнить, что все собранные средства пойдут на лечение тяжело больному Андрею Додику. Большое литературное событие. В Одессе с 9 по 11 июня в библиотеке имени Горького пройдет масштабная выставка форум «Украинская книга на Одессе». Помимо презентации новых изданий, запланирована выставка ярмарка работ, народных мастеров, многочисленные мастер-классы, а также круглый стол. Его участники будут искать пути популяризации современной украинской литературы. Также запланирована и масштабная литературная и праздничная программа для детей. Продолжение следует, что всеукраинский молодежный библиокараван «Читай юность», потому что в этом году мы поставили свои задачи поднять на выставке форума вопросы не только издательства новых книжек, но и их читанностью, и, на самом деле, читанностью юнацкой аудитории. Идет тенденция и набирает активность издание инклюзивной детской литературы, целью которой рассказать детям о том, что рядом с ними другие дети живут, с ограниченными возможностями, и они такие же, они такие же прекрасные, и главными персонажами, главными героями в такой литературе детки-инвалиды. Будет представлена взрослая и детская литература различных жанров. Всего на выставке свою продукцию презентуют более 70 ведущих издательств страны. Будут выбирать лучшую книгу, не обойдется и без автограф-сессии. На ней можно будет лично пообщаться с отечественными литераторами. Очень много интересных будет участников, презентаций. Я хотел бы обратить внимание на уникальный проект, который в рамках этой выставки проводится. Это конкурс читательских рецензий. Очень много интересного происходит именно на этом конкурсе. Можно сказать, что в Украине несколько книжных форумов проходит в течение года. И на каждом какие-то издания получают приоритет. И отмечу, что выставка форум проходит уже в 18-й раз. В этом году особый акцент сделают на одесской книге. Квесты, мастер-классы, обновленная экспозиция и концерт. Все это ждет посетителей Одесского историка Краеведческого музея 13 мая в рамках международной акции «Ночь в музее». Тема меняется каждый год. В этом она посвящена периоду, когда Одесса приобретала черты европейского города. О котором и расскажет обновленная экспозиция благоустройства Одессы 19-го, начала 20-го веков. Например, увидите знаменитую акцию Бельгийского общества по созданию электрического трамвая в городе Одесса. Увидите жетон, выпущенный в честь открытия выставки, фотографию первой линии трамвая. Для детей и взрослых пройдет необычный мастер-класс. Его участники смогут выложить на больших песчаных столах различные эмблемы и гербы из гальки. А еще все желающие смогут поучаствовать в квестах. Суть их заключается в том, что вот здесь у нас изображены экспонаты музейные. Но здесь не только экспонаты, находящиеся в нашем музее. И вот именно задача посетителя – найти те экспонаты, которые он увидит в нашем музее. Если он все правильно найдет, мы его поощряем. В этот же день пройдет и презентация 15-го выпуска «Вестника» Одесского историко-краеведческого музея. Программа завершится концертом с участием артистов оперного театра. На этом у нас пока все. Следить за новостями седьмого канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. Но если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию телефон 726-3226. Итоги дня, как всегда, подводим в 20.00. Оставайтесь с седьмым, будет интересно.